А сейчас мы переходим к нашему гостю. Друзья, встречать у нас в гостях легендарная Татьяна Тарасова. Пожалуйста. Медь, посиди, Медь, сядь, встань. Спасибо огромное, что пришли. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. У меня вопрос к вам один. До каких пор мы будем на горбу фигуристов выезжать? Вся наша спортивная индустрия. Ну почему опять? Ну почему опять? Вы смотрите, никто не берет пример с фигуриста, почему вдруг раз и все расцвело. И опять какой-то удивительный всплеск. Ну 4 года, Ваня, мы этого ждали. Мы же проигрывали. Мы же проигрывали. Мы командные никогда не выигрывали. А командные соревнования проводились в Японии. Ну, а мы сейчас выиграли с таким отрывом. Конечно, важно, что в команде появились такие молодые, как Юля Галепницкая. Да, Юля? Ну я вообще, я сейчас прохожу. И что Женя Плющенко собрал все свои силы, работал как лютый зверь. И вот вышел тоже. И появились и Столбова. Дала всем, как говорится, жару. Вот. И, конечно, наши выдающиеся. Они ввестили нам в Лассажир Тройков. В Лассажир Тройков, да. Но все это... Нет, это просто сейчас мы все смотрим. И все... У нас еще есть запас. У нас еще осталась Аделина Содникова. Между прочим. Там, да, между прочим. У нас есть еще запас. Мы еще можем... Так что мы эти четыре года напрягались. Слава Богу, что у нас никого не поменялись. Работу не выгнали. Не стягали нас. А нам просто помогали. Нам просто помогали конкретно. Министерство спорта просто помогало. Давайте скажем всем спасибо. Нет, я говорю огромное спасибо. Я говорю огромное спасибо. Татьяна Анатольевна. Дорогая. У тебя передача несерьезная. Как? Как? Вот так. Мы хотим к вечеру все, чтобы у нас было хорошее настроение. Но у нас правда хорошее настроение. Потому что вот... Можно немножко выдохнуть. Потому что как-то сделано дело. А вот скажите мне, пожалуйста. А делал дело? Сделал дело. Убегай. Вот именно. Скажите мне, а вот если... Вот ввели командный... Командный зачет. Новые дисциплины. Недолго нас потерпит. Да. Вот скажите мне, пожалуйста. Недолго нас потерпит. А не ввести... Вот смотрите, у нас... И мы сразу золотые олимпийские призеры. А может быть нам еще какие-то дисциплины? Новые вводить? Катание с закрытыми глазами. Да, там будет, да. Есть катание двоек. Ввести катание тройками. Это же тройка все-таки. Там у президента по фигурному катанию. Я знаю, что есть разработан новый план. Как бы... Какие-то новые будут соревнования. Какие, мы еще не знаем. Посмотрим. Будем выходить с предложениями. Ну, не знаю. Не представляю. Кататься... Мне кажется, если вести катание в тройках, то там шведы будут выигрывать. Может быть, да. Но вы знаете, если наших фигуристов немножко... Немножко подзарядить, то они будут выигрывать все. Вот мне тоже так кажется. Мне кажется, что наши фигуристы... Вот смотрите... У нас есть история очень хорошая. Давайте. Ну, у нас есть история просто. А, не какая-то история вообще. Не какая-то история. А вообще у нас есть история. А я думал, вы им сейчас расскажете. Приходит... Приходит Плющенко и говорит... Ну да, понятно. Таких историй, правда, мы тоже много знаем. Вы знаете что? Но эта история... Вот сейчас... Я просто счастлив, что вдруг... Вот четыре года... Вот у нас, благодаря ледниковому периоду, телевизионным продуктам... Знают, знают. Но сейчас... Ну, я так знаю, что я с утра до ночи подписываю... Подписываю всем фотографии, фотографируюсь. Просто фотосессия с утра вот до ночи. Хотелось попросить, пока будет реклама, сфотографируйте со мной. Реклама на первом канале, мы сейчас посмотрим. Далее в программе. Татьяна Тарасова и Денис Мацуев. Татьяна Тарасова и Денис Мацуев. Да, да. Когда вот появляются успехи, сразу все полюбили. Вы можете объяснить нам всем, чем... Ну, вот буквально объяснить, чем отличается там Луц, Аксель, Тулуп... Ну, взять Митю, как пластилин, и показать просто, что... Вот разница в чем. Ну, Тулуп и Аксель я вряд ли использую. Нет, нет, я не имею в виду, вот вы объясните на словах, потому что все смотрят, все болеют, но не до конца понимают, когда лучше, когда... Давай, Витя, с левой ноги, с левой ноги... Левой это? Да, левой ноги прыгай назад, наружу, в правую. Только отойди, наверное, отсюда. Нет, я у меня ее... Витя, ты можешь вообще выйти из студии и... Вот, смотри, встань спиной, встань спиной, теперь поворачивайся, ставь ногу, прыгай. Перепрыжь? И... Вот. Вот это будет Аксель. Это... Стоп, 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 это, это что? Правильно! Это что, это что? Это перекидной. Да, а перекидной, из которого полтора оборота будет Аксель, из которого два с половиной оборота будет... Два с половиной Аксель, два с половиной оборота и три с половиной оборота, которые... А, ну теперь, теперь все понятно. Вот так. Дальше продолжаем. Иди сюда, Митя. Митя, ты делаешь поворот вот на этой ноге, вот так, да? Ага. Подставляешь вот эту и прыгаешь сюда. Так, сейчас попробую. Митя, иди сюда, вот около стола. Вот так. Вот так. Вставляешь и туда все. Это будет тулук. Ну, естественно, с поворотами. Да. И теперь... Это будет одинарный тулук, двойной тулук, тройной тулук. Двойной тулук это сколько вращений, да, делается в момент воздуха? Да, в момент воздуха, да. Это будет и четверной тулук. А новые элементы могут появиться? Как мой муж говорил, пошил жене тройной тулук. Ну, естественно. Естественно, с кем? Это три шубки, значит, сразу. А скажите, пожалуйста, Татьяна Анатольевна, а вот Юлечка Лепницкая, вот, которой 15 лет, которая стала... Слушайте, у меня есть фотография, вы посмотрите. На всякий пожарный. Журнал «Тайм» на первой полосе. Да. Два дня на... В какой момент вы, профессионалы, понимаете, что вот это что-то невероятное? Потому что сейчас все в каком возрасте, на каком этапе вот становится понятно, что вот так? Ну, я вот ее увидела как чемпионку, как человека, который может выигрывать. У нас был чемпионат мира в Белоруссии, в Минске. Я туда поехала, мне было... Ну, мне было интересно чемпионат мира, я давно не была на чемпионате мира юниоров, да. Белоруссия тоже как... Да, 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 и в Белоруссию поехала, кстати, я никогда до этого не была в Минске, потому что, ну, как-то все ездила по родному краю, и как бы там не было катков, и туда я как-то не заезжала. А просто поехать у меня в голову как не приходило. Понимаю вас. Вот, и я поехала, посмотрела, как они живут, как что, и увидела там Юлю Лепницкую на чемпионате мира. Я до этого ее видела только по телевизору, по айпеду, со всяких соревнований сразу, да. И вот, находясь с одной судью нашей, очень известной, не буду говорить с кем, я сказала ей, что вот эта девочка сможет выиграть. Сколько ей тогда было лет? Ей тогда было, ей сейчас 15. Два года. Нет, ей было, ей было 12. 12 лет. То есть уже в 12 лет понимаешь, что вот она характер. Ну, конечно. Какой характер? Вы видели, с каким она лицом? Ну, характер, характер, а мои элементы, элементы. Ну, вот у меня характер, вот, ну, я же не могу... Ну, Вань, ты же не можешь растяжку сделать такую. И в ней вращаться, ну и все. Нет, вращаться я могу, но в других кругах. В других кругах. А мы вот имя... Это, как говорится... Я, я, знаете... Я тоже только учить могу, а сама не могу уже. Ну, ладно, я там среди таких лутцев вообще вращаюсь, что... Таких, и риттбергеров, понимаете. Что, знаете, аксельных... А сальховов вращаешься там среди сальховов таких? Сальховых нет, их мало стало. Да? Да. Ну, как закон приняли. Татьяна Анатольевна, скажите. Я вас хочу... Я вас хочу, Татьяна Анатольевна... Со скобками там всякими законами, да? Нет, ну я не буду, я не могу вдаваться по законам. Со скобками, с крюками, да? О, ну что вы. С выкрюками, с твизлами разными. Твизлы так вокруг тебя и ходят. Мне кажется, мы начали говорить сейчас уже о персонажах «Властелина колец». Татьяна Анатольевна, я же хочу вот что сказать. Ведь несколько минут сейчас пройдут, и у вас день рождения. И у вас день рождения. И мы, знаете, какой первый вам хотим сделать подарок? Подарок, это подарок живой. Живой? Он сам пришел. Да, он сам пришел, вы его знаете. А уйдет ты со мной? Посмотрим. Посмотрим.